Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И этим видео я начинаю ФФА-сериал за Норвегию, карта Пангея, монополии корпорации Варварские кланы. Вообще, конечно, цивилизации были случайными, но вы по превьюшке понимаете, что мне выпала Норвегия Харальда Сурового. Правда, практически сразу стало понятно, что способности Норвегии не будут работать, потому что почему-то мы появились на море. Но дальше я уже ничего раскрывать не буду. Какие цивилизации у соперников, как прошла игра, смотрите сериал. Традиционно напоминаю, что спонсоры канала эту игру могут посмотреть сразу полностью, потому что это был стрим, и ссылка на всю партию есть в описании и в прикрепленном комментарии. Спасибо большое вам за поддержку, переходите, смотрите полностью. Всем остальным, приятного просмотра. Норвегия, Харальд Суровый Канунг, смотрите, где место появления и смотрите, что они на воде. Класс, морская цивилизация с этими с дракарами. Нафиг. Рейды мы не осуществляем, короче. Э, а что у нас вырубились все метки? Не понял. Хорошо, конечно, ртути нас, но место, ну это какой-то просто этот. А еда где? Как мне тут город ставить? Ну это какой-то прикол сегодня. Я, наверное, даже вот сюда подойду. Типа, к меду хотя бы. Давно я в шестерке не ставил город на первом ходу. Как тут от религии попробовать? Где тут религию взять? Ну это трындец. Еще и к вулкану пришел. Кайф. Что-то сегодня непруха вообще. Опять новый мир. Посмотрите, вот, я появляюсь, новый мир. Вообще холмов в моем месте появления нету. А что дали? Блин, я что-то пропустил. А что с руинки дали? А, скаута, класс. Кстати, вот тоже неплохо. На второй ход сразу скаута иметь. Почему рядом с пшеницей? Рядом с пшеницей лучше второй город. Просто тут вообще производства нету, понимаешь? Тут хотя бы три еды и расти будем. Вот, правда, уже, и уже, и уже, главное, этот вулкан работает. Уже работает вулкан по нашим заявкам. Пять раз сначала только два раза на воде было. Так, блин, ну там по одной клетке. Ну, тут везде по одной клетке будем ходить. Ладно, пойду сюда. Ну, у нас никакие, короче, у нас никакие бонусы не работают, получается. Ставкирка тоже на эти... Плюс одно производство за каждый прибрежный ресурс. Ну, охренеть. То есть у нас... Мы сейчас получили циву без единого бонуса. Потому что появились не на воде. Вау. Ну, давайте думать, что делать. Ну, у нас хотя бы есть ртуть, да? Типа 15... Так как монополии корпорации воровские кланы, то 15% к науке в будущем может быть. Ну, блин, а где науку брать? Где нам тут брать науку? Слушайте, две... Ну, вот науку брать от ГГшек. У нас две научные ГГшки мы первыми встретили. Болония дает от... Дает дополнительные очки великих людей, каждого типа. А Женева 15% науки, когда не ведете войну. Ну, кстати... Кстати, надо было все-таки компуса ставить и союзить. Блин, у меня леса есть. Но вот эти леса хотелось бы вырубить на холмах. Согласись-ка. Ну, вот побережье. Или это озеро, блин? Это озеро. Да. Артемиду можно, да, будет построить? Рядом с медом, например. Хотя... А зачем? У него никаких бонусов нету, кроме этого меда. Вот, наверное, только... Блин, Артемида тоже как бы в пролете получается. И у нас рядом Хахай. Сверху. Сверху у нас Хахай. Ненавижу против него... Против компов играть. Потому что его этот Хахай, это просто трындец. Это еще хуже, чем завывание Кри. Вот тут ПП, думаешь? Блин, у нас два холма тогда... Минус. Шенгити первыми встретили. Блин, вообще не знаю, что тут пока делать. О, Шенгити варварский лагерь убивает. Татакоа. Название какое-то... Ну, не норвежское, естественно. Это бы собрать все. Я даже рабочим... Ну, не успею. Только хотел сказать, что сейчас убьет... Вулкан. Почему вулкан работает с самого начала? Вот объясните мне. Раннюю империю ускорить. Которую мы бы и так ускорили. Ну, это шесть жителей. Кто не в курсе. Блоше. Какое-то французское название. Вот опять. Я почему-то пошел сюда, а не вверх. А чувак, который сверху находится дуболомом, именно ко мне пошел. Да, зато науки с вулкана насыпал. Это точно. Блин, ну что мне дуболомом обрабатывать? Фиг знает. Как бы три клетки надо обработать, а их нету тут. Тоже не очень. Тут внизу конец карты, я так понимаю. Да, вулканическая какая-то вот пантеонно-вулканическую почву, уже можно подумать. Ну что, может тут фермы теперь две поставить? Ну просто нету клеток для обработки. Вырубать леса рано. Тут рудник. Если мы тут ставим ппшку, то тут рудник нету. А сейчас могу просто рабочего с другой стороны потерять. С нашим сегодняшним везением вполне может быть сейчас еще раз известно. Развержение вулкана. Ну тут, кстати, в принципе, так картинок-то немерено, если так вот тут города ставить. Я смотрю. И окат первыми встретили. Мы что, всех, все четыре первыми встретили? Ничего себе. Неплохо. Да, побережье для Норвега хрен знает где. Да, обработка вулканической почвы дает очки, я в курсе. Но я в первую очередь для того, чтобы, ну, как бы три... Тут поставим и тут ферму поставим. Ну, просто у меня спроса нету клеток для обработки других. А это хорошие клетки. Я тебе даже, наверное, сразу эту куплю, чтобы еще науку иметь. Ртуть уже как-нибудь другим рабочим обработаем. Конечно, хотелось бы в сторону Хахая поставить город, но пока там непонятно. Я тебе туда не пошел исследовать. Куда-то вот сюда, наверное, где-то надо будет везти. Блин, хорошие места здесь. Может, все-таки туда поведем? У нас тут и дуболом идет, и скаут. Ну, как бы нам надо в сторону Хахая. О, первый ушел. Тоже, наверное, галеры убили. Нет, вначале точно лучше фермы. Пока фермы тут ставим, чтобы расти. У нас есть где рудники ставить, понимаешь? А благодаря вулканической почве... Ну, то есть, почему тут фермы ставим? Чтобы еще обрабатывать и науку получать, и горы, чтобы при этом рос. Если бы у меня было грустно с производством в других... Ну, в городе, тогда, наверное, ставил бы рудники. Но, в принципе, тут норм. Блин, конечно, поселенцы рядом с вулканом везти тоже не самое приятное. Да е-мое. Всяк говорю, ходите по одной клетке, ходите по одной клетке. Сам хожу сразу вперед. Да, вот я, естественно, пойду сюда. Тут даже дело не в том, что тут река и янтарь, а в том, что тут соперник находится. Ко мне вот сверху пришел немец. То есть, где-то его тут город. Поэтому нам... Ну, вот как грек поступил в прошлый... Да ебаный в рот. Ну, ебаный в рот. Ну, это какой-то прикол просто. Шестнадцатый ход, второе извержение. Сука. Два извержения за семь ходов. И он все еще действует. Какого хера, блядь? Это даже... Это даже не... Сильный вулкан какой-то. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Что это чмо немецкое тут? Ну, хорошо, хоть не убило дуболова. То есть, это еще починить можно просто, не надо будет заряды использовать. О, лошадь прибежала. Нормально вообще? Лошадь! А он что, не видит моего? Или он там уже привел поселенца? Вот, смотрите. Не, не привел. Ну, кайф. Мы следующим ходом вот тут поставим, значит. Что-то лошадь просто стоит. Не, клетки, конечно, красивые. Ничего не скажу. Ну, я напоминаю, что вулкан не просто их уничтает, он еще и жителей убивает, которые там работают. Ну, походу, немец решил сюда не везти город. Хоть в чем-то повезло. Потому что я думаю, что вот там лояльность, это от его столицы. Ну, кайф. Меня теперь устраивает. О, вел он все-таки. Это что-то он долго. Ну, вот этот город не берется. То есть, как бы там не расстраивался немец, мы стоим нормально. Так, хорошо. Более-менее. Фуф. Можно немножко расслабиться. Но чуть-чуть. Ну, тут вот вокруг есть эти рейки. Нормально. О, сейчас еще убьем лошадь. Зашибись. Ускорим стрельбу из лука. Так, все путем. Давайте, наверное, пока еще посила. Ты думаешь, лучше ее передать другому городу? Мне кажется, лучше пускай столица брат. Тут есть клетка на три. Кстати. Так, ну, куда-нибудь там дальше пойдет. То есть, я даже не буду эти клетки выкупать. Если он хочет тут ставить, фиг с ним. 20 единиц мирового влияния. Очень прям нужно сейчас, конечно. А, давайте, наверное, мастерство открывать. Спасибо. 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 Ну, а куда-то сюда будет ставить. Пойдем туда смотреть. Не, вообще, я вот так смотрю, места неплохие. Плюс мне надо сейчас будет пытаться через ГГшки вот эти научные как-то их союзить. Какие у них тут задания? Торговый путь, трудовая повинность, это район. Торговый путь, трудовая повинность. Какой мне район поставить? Наверное, центр коммерции. Так, кстати, я еще в темный век могу выйти, между прочим. Вообще-то, там у него нанмадол сверху. Откуда он вообще тогда... Подождите, а где он... Я думал, он вообще с... О, как он город поставил. Нормально? Так, ну вот эту клетку мне надо выкупить. Что он может выкупить? И тут военный лагерь сделать. Зачем нам это? Это 128. Так, блин, может мне тогда скаутами тут особо не ерепенится? Я бы в темный век, наверное, вышел, раз у нас тут такое. Ну, вот тут кто-то может меня встретить отсюда. Просто странно, мы довольно большую территорию открыли и... Не нашли... Я даже, наверное, отойду давайте пока скаутом этим. И этим. Чтобы не дай бог. Ну, как бы, 7 ходов вообще вполне можем еще встретить. Тут кого-то убили. Ну, еще и лагерь уничтожили. Так. Блин, только проблемка. Я тут хотел вот сюда город ставить. Оно вообще... Вообще за 7 ходов я еще хрен дойду туда. Просто я когда поставлю на пустыню, мне дадут одно очко за то, что я на пустыне ставлю город. Дойкат Муйни. Это уж какое-то ненорвежское название. Ну, вот Лименсен норвежское. Ну, явно это тоже норвежское. Единственная, наверное, пустыня в Норвегии. Ну, здесь где-то город поставим, да? Пять ходов. И на шестой. А, только я пойду все-таки не рядом с вулканом. Пока стоим. Идем. Блин, нам бы райончик, конечно. Ну что, тут будем ппшку ставить, да? Давайте тогда кампус сюда. Или пока рабочего. Ну, чтобы вырубить леса под кампус. Мне вообще интересно. Вот это у нас тут интересненько получается. Так, вот эту клетку еще надо. Как-то немец меня окружает. Мюнхен. Это, по-моему, столица, да? Вот столицу. Хорошо поставили. Мне нравится, как мы город тут поставили. Как стоим вообще. Я даже, наверное, еще одного... Да, Мюнхен это столица. Значит, вот у него где столица. Ну, по-моему, логично, что это мое место. Может, я мог, конечно, пониже сюда поставить. И у него тут, наверное, влез город, но... Ну, он может на меня напасть. Надо следить за его армией. А у нас не карточка на рабочего, к сожалению. Так, иду, я думаю, вот сейчас подрубить этот и этот лес и обработать ртуть. А подрубить лес на кампус. Кампус, чтобы ускорить трудовую дисциплину для... Трудовую повинность, точнее, для Болонии. Кстати, тут кампус плюс четыре. Я уже все деньги потратил. Ладно, давайте пока... А, давайте амбар. Не хочется строителя без карточки строить. Извержение... А, не понял, и что извержение на ласт ходу, и что это? У меня нет денег, чтобы сюда выкупить джунгли и военник поставить. Ну, у меня... Военник и сюда тоже на... И... Не, даже на камень. Вот мы камень, наверное, скорее всего срубим. И тут военник тоже неплохо встанет. Потому что у него вот тут радиус, у него тут город. О, у меня трамсе по лояльности отваливается. Ну, гуд. Да ё-моё. Ну, вот где? Вот где лагерь варпач? Какого хера тут оказывается... Конный лучник вообще. Продолжение следует... Блин, колесо надо сменить. Да, фермы нельзя чинить. И вообще, я думаю, вот... Пока вот эта херня... Тут... Курица. ГГшку какую-то захватили. Кто-то. Так, надо третьего... А, блин, уже лучник. Ну, а кочелучника надо построить. Так, два хода. До золотого века. Так, ускорили трудовую повинность. Пять очков в баллоне получили. Зашибись. Так, главное ещё туда за два хода не засоюзить случайно, потому что это тоже два очка дадут. Тесный век. Да, не набери одну очко, это точно. Ну, то есть... Ну, я уже... У меня уже город не дойдёт туда. Я не успею поставить город, поэтому я тут точно не наберу. Так, может, с каким-то уже... Пойдём-ка вот с этим лагерем разбираться. Так, сколько тут стоит выкупить клетку? Три царик. Давайте, наверное, потрачу. Потому что я боюсь, что я ещё где-нибудь потрачу эти деньги. А вот эту клетку нам нужна. Она сама не скоро добавится. Потому что мы после рабочего будем здесь явно... Сразу кампус. Я даже, наверное, поставлю в очередь. Сразу кампус. Вообще, нам бы вот тут храм Артемиды. Тогда он достаёт... Раз, два, три... Четыре, пять. Вот тут бессмысленно. Тут, потому что только лошади... Хотя, ещё этот... Ну, три будет. А, нет, четыре. Блин, может, всё-таки ставить храм Артемиды? Да, кстати, может не получится город. Ну, вот мы сейчас поставим тот город. Он тоже будет влиять, вообще-то. Ладно, я хочу... Я хочу храм Артемиды. Блин, ну тут надо ждать Магнуса приезда. И тогда вырубать. Железо, наверное, либо на кампусе, либо вот здесь будет. А, подожди, мы уходили. Точно на кампус. Хорошо, что кампус поставили. Отлично, ещё тут железо. Ой, ну... Я не верю, что немец, блин... Он в нормальный вышел. Ну, минус шесть, это катит до хера. Наверное, всё-таки вольнодумство. О, тут никого нет. Блин. Сейчас Шингетти заберёт, видимо. Нам надо столицу выращивать. Ждём, когда Магнусу, чтобы сильнее вырубка происходила. Почему точно отдавать клетку? У нас тут нету жилья, чтобы он рос. Город. А вот столица может расти как раз. Ну, мы можем Магнуса всегда пересадить туда. И, кстати, мы это вполне можем сейчас сделать, потому что мы тут вырубили. И всё, и не будет. А тут как раз до хера всего вырубать. Точно, поехали. Вот и решение проблемы, в общем-то. Нет, я амбар хотел в Трамсё. В Хамаре монумент сначала. Да, Шингетти забрал лагерь. Блин. Блин. Мы тут как-то горами от всех отгорожены. Прикол, конечно. Блин, нам бы ещё караван. У нас как раз Женева просит караван. Так, а в баллоне какое новое задание? Копейщик. Ну, кстати, тоже вполне имеет смысл. О, может, в Трамсё как раз поселенцев делать, когда будем вырубать тут всё. Так, нам надо ртуть. А денег на выкуп клетки нету, да? Подождём. Блин, ещё не все руинки собрали. Да, мне поселенцы нужны. Это точно. Политическая философия Трихода. Что-нибудь менять будем. Создание строителей. Лояльность, кстати, можно убрать. С другой стороны... Так, и строителей можно убрать. Тут, по-моему, на чудеса должно быть, да. Давайте содержание юнитов пока поставлю. Хотя можно и удвоенный... Удвоенный опыт разведчикам можно было... Ещё один. Всемогущая ягва. Ливнула. Блин, ещё столько руинок. Столько места я уже открыл. Не собрано. Где вот ещё соседи? Вот это всё моя территория, что ли? Ничего себе. Починить. Да ё-моё. Так, украшения мы тут вроде никак ускорить не можем. Да, пойду фермы починю, действительно. Ну, пока Артемида мало даёт. У нас, считайте, только мёд на неё работает. Одно счастье получается. О, строителя дали. Это всегда приятно. Блин, а где все люди на этом, на панге? Почему у меня столько руин лежит несобранных? Ладно, ладно, предположим, это моя. Но вот эти... Где вот? Ушу нету человека? На этом пока всё. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут посмотреть всю игру сразу полностью. Ссылка в описании, в прикреплённом комментарии. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.